Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Василий Моисеенко. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр избирком зарегистрировал инициативную группу в поддержке кандидата Василия Тарлева на президентских выборах от 20 октября. Таким образом, инициативная группа сможет собирать соответствующие подписи до 20 сентября. Члены ЦИК также на заседании в среду утвердили лидера инициативной группы и ответственного за финансы. Центральная избирательная комиссия постановляет пункт 1. Инициативная группа в количестве 87 человек согласно приложению регистрируется для сбора подписей в поддержку господина Василия Тарлева как кандидата на пост президента Республики Молдова на выборах 20 октября 2024 года, выдвинутого от партии «За будущее Молдовы». Пункт 2. Руководителем инициативной группы утвержден Александр Байчев. Пункт 3. Ответственным за финансы инициативной группы утверждена Екатерина Безман. На том же заседании члены ЦИК одобрали проекты изменения состава инициативной группы по сбору подписей в поддержку кандидатов Рината Усатова и Иона Кику на должность президента Республики Молдова. По данным Центра избиркома, с начала периода подачи документов для регистрации инициативной группы по поддержке кандидатов зарегистрировано 13 инициативных групп. После решения ЦИК об официальной регистрации инициативной группы созданной партией «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил на пресс-конференции, что подписи в поддержку его кандидатуры на пост президента поставили уже более 25 тысяч человек. Этот процесс был непростым и мы столкнулись с различными трудностями. Однако я считаю, что они только укрепляют нашу инициативу и позицию. Я уже преодолел множество препятствий и искренне благодарен каждому из вас, кто поддержал меня на этом пути, совсем непростом, совсем нелегком. Хочу обратить ваше внимание на то, что наша команда уже собрала более 25 тысяч подписей. По требованию ЦИК я представил эти листы с необходимыми подписями. При этом Тарлев подчеркнул, что накопленные подписи – это не только формальность, но и доверие граждан. Сегодня я увидел и почувствовал, как в рекордно короткие сроки десятки тысяч людей поддержали меня личными, искренними и конкретными подписями. И за это я хочу вас поблагодарить, преклониться перед вами за ваше доверие, за вашу поддержку. Напомним, кандидатуру Василия Тарлева поддерживает также и партия коммунистов Республики Молдова. За последние три года в модернизацию населенных пунктов страны было инвестировано более 2 миллиардов леев, из которых 1,8 млрд леев выделены в рамках программы «Европейское село». Об этом в опубликованном видеоролике рассказала глава государства Майя Санду. За последние три года населенные пункты получили 2,5 млрд леев, из которых 1,8 млрд через Европейское село, а еще 2,5 млрд леев получат через второй этап этой же программы. Это крупнейшая инвестиция в местное развитие с момента обретения независимости страны – почти 5,4 млрд леев. Также глава государства отметила, что за последние три года на села и города выделено в три раза больше денег, чем в период 2010-2020 годов, что привело к модернизации ряда образовательных учреждений, культурных центров и музеев. Кроме того, приводятся в порядок территории, детские спортивные площадки, а также целые комплексы. Инвестиции в модернизацию населенных пунктов означают повышение уровня жизни молдавских граждан, независимо от того, живут ли они в центре, на юге или на севере. Это также означает надежду, что те, кто уехал, захотят вернуться, потому что дома будет вода и канализация, хорошая школа и современная больница. В то же время Майя Санда заявила, что в Молдове отремонтированы 700 километров дорог, 750 систем водоснабжения, 135 километров канализационных сетей и около 610 километров сетей уличного освещения. Также, по словам главы государства, модернизированы улицы общего пользования. Партия Национально-альтернативное движение поддержит конституционный референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Об этом заявил председатель политформирования мэр Кишинева Ион Чебан в эфире передачи на частном телеканале. Еще в декабре, когда впервые озвучили эту идею, я сказал, что мы поддержим референдум. Важно, чтобы все мобилизовались. Мы будем проводить информационную кампанию, зарегистрируемся как участник и объясним людям, почему, как и каковы последствия, что именно предполагает организация этого референдума и его результаты. Что касается президентских выборов, Чебан подчеркнул, что партия Национально-альтернативное движение решит, кого она поддержит в предвыборной гонке после анализа всех предвыборных программ. В то же время Ион Чебан заявил, что в последнее время провел переговоры практически со всеми кандидатами на пост президента. Однако отказался сообщить более подробную информацию. Что касается поддержки того или иного кандидата, то это может обсуждаться только внутри партии. На данном этапе эту тему мы с коллегами еще не обсуждали, потому что мы даже точно не знаем, кто в конечном итоге станет фактическим кандидатом. Мы обязательно рассмотрим все программы, которые есть, и когда будет решение, объявим об этом публично. Напомним, 20 октября 2024 года состоится конституционный референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз. В этот же день молдавские граждане выберут будущего президента. На данный момент непосредственной военной угрозы для Молдовы нет. Об этом заявил министр обороны Анатолий Насатый, который дал интервью общественному телеканалу по случаю Дня национальной армии. Насатый утверждает, что в последнее время противовоздушная оборона стала приоритетом для возглавляемого им ведомства. Архитектура обороны включает в себя несколько направлений, в том числе противовоздушную оборону, которая в последнее время приобрела большое значение с учетом многочисленных нарушений воздушного пространства и опасностей, исходящих с этого направления. Действительно, за счет бюджетных средств нам удалось улучшить ситуацию с наблюдением за воздушным пространством. С помощью партнеров и программ международной помощи мы реализуем несколько проектов в сфере наблюдения и защиты воздушного пространства. Но, говорит Насатый, речь идет о сложных, дорогостоящих проектах, требующих времени и больших ресурсов. Не обязательно финансовых, но и человеческих. Более того, глава Минобороны утверждает, что инвестиции в сферу, которую он управляет, чрезвычайно важны и необходимы, и что министерство продолжит модернизировать национальную армию. Расходы на оборону. Насатый также подчеркнул, что и забота о военных будет приоритетом путем определения новых проектов социальной помощи и улучшения условий деятельности и проживания, в которых нуждаются солдаты. Несмотря на сигналы из Кишинева, власти непризнанной ПМР все же ввели наказание за публичное использование слова «транснистрия» в отношении Приднестровского региона и приравняли к символам фашизма и нацизма. Но, согласно решению так называемого Верховного Совета, в случае использования термина «для критики нацизма и фашизма» наказания не будет. По решению властей, непризнанный ПМР наказывать намеренно в случае публичного использования термина «транснистрия» вместо названия «Преднестровье». Это предусматривает штрафы для физлиц до 368 местных рублей, для должностных лиц до 736 рублей, для юридических лиц от 1840 до 9200 рублей. Также возможен нарез до 15 суток. Примечательно, что если слово «транснистрия» используют на территории Приднестровского региона для критики нацизма и фашизма, наказания не будет. Напомним, что данную инициативу ранее озвучил лидер непризнанный ПМР Вадим Красносельский в рамках пресс-конференции. Транснистрия – это дискредитация. Это есть фашизм, это есть нацизм, это массовые расстрелы, это детоубийство, это холокост. В официальном ответе нашему телеканалу в Бюро по реинтеграции отметили, что сожалеют о том, что Террасполь делает провокационные заявления, которые никоим образом не отражают исторические реалии и не способствуют нормальному переговорному процессу. В Молдове в скором времени смогут применять современные противоградовые ракеты. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля обсудил в Бухаресте возможности сотрудничества в этой области. По словам министра, в ближайшее время между участвующими сторонами будет подписано соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать внедрению этих технологий в Республике Молдова, включая запуск противоградовых ракет для защиты сельскохозяйственных культур. Боля в Бухаресте также предложил создать совместную с Румынией программу по реализации и модернизации ирригационной инфраструктуры в Республике Молдова, важного проекта для обеспечения устойчивого сельхозпроизводства в условиях изменения климата. Меня заинтересовал этот опыт. Да, есть некоторые вещи, которые мы можем взять на себя, но другие не сможем по финансовым причинам, потому что потребуется много денег и, к сожалению, Республика Молдова не является членом ЕС, и у нас нет такого же финансового потенциала, как у Румынии, но мы говорили о нескольких моделях действий в этом случае. Я говорил о поддержке со стороны Румынии. На поддержку я отправил запрос от имени правительства Республики Молдова, и он должен быть передан. Мы также говорили о Международной ассоциации классификационных обществ, программном обеспечении для регистрации фермеров и так далее. В ходе встречи стороны также обсудили экономическое положение фермеров обеих стран и возможности укрепления двустороннего сотрудничества. Были изучены многочисленные возможности партнерства как на правительственном уровне, так и между бизнес-средой Молдовы и Румынии. Правительство выделит 100 миллионов лев для компенсации потерь, понесенных фермерами из-за засухи в этом году. Решение было принято на заседании комиссии по ЧАЭС. Премьер-министр Дорин Ричан заявил на заседании Кабмина, что уже на следующей неделе будут подготовлены необходимые меры для поддержки фермеров в различных районах страны. Пострадавших от экстремальных климатических условий этим летом. Мы утвердили решение выделить из государственного фонда по интервенциям 100 миллионов лев для частичного покрытия убытков, которые понесли производители зерна из-за сильной жары и засухи в этом году. Вице-премьер Боля, госпожа министр Белаус, пожалуйста, обеспечьте, чтобы эта помощь была предоставлена соответствующим предприятиям как можно скорее. Отметим, что по данным Минсельхоза, к настоящему времени составлено более 2400 документов по восстановлению потерь, понесенных фермерами в результате неблагоприятных климатических условий во всех регионах страны. Речь идет о 97 тысячах гектарах сельхозкультур, наиболее пострадавшие из которых поля с кукурузой. Также в ходе заседания Кабмина был одобрен проект о подписании грантового соглашения между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития на сумму 4 миллиона 340 тысяч евро по реализации программы «Твердые отходы» в Республике Молдова. Это проект национального масштаба, цель которого создать устойчивую систему сортировки твердых отходов, существенно снижающие воздействие на окружающую среду и вносящие значительный вклад в улучшение качества жизни граждан и развитие более чистой и здоровой окружающей среды в Молдове. По словам министра окружающей среды, грант, предоставленный ЕБРР, будет использован для строительства Центра переработки экологического менеджмента, перегрузочной станции и приобретения спецтехники, необходимой для реализации проектов Кагули, Тараклиеву, Канештах, Чедерлунге, Камрате. Также был одобрен проект создания комиссии по предварительным исследованиям относительно начала строительства, реабилитации и модернизации некоторых республиканских дорог. Водительские удостоверения, выданные в Республике Молдова и Греции, будут взаимно признаваться. Соответствующее соглашение было одобрено на заседании правительства. Таким образом, документы будут конвертированы без необходимости сдачи теоретического или практического экзамена. Соглашение между двумя государствами о взаимном признании и обмене водительских прав было составлено в Афинах 2 июля. Отметим, что Республика Молдова подписала еще пять договоров о взаимном признании водительских прав с Турцией, Литвой, Италией, Албанией, Испанией, а также совместную декларацию с Германией относительно транскрипции водительских удостоверений. Указанное соглашение соответствует и дополняет внешнюю политику, продвигаемую правительством Республики Молдова и вносит значительный вклад в укрепление отношений и сотрудничества между сторонами в области взаимного признания водительских прав и в интересах облегчения дорожного движения между двумя государствами. Также в ходе заседания Кабмин утвердил положение о наставнической деятельности. Программа профессиональной ориентации принесет пользу начинающим учителям и стажерам школ страны. Цель проекта – способствовать профессиональной интеграции новых сотрудников в систему образования. Отметим, что предусмотренная в постановлении национальная сеть наставников будет способствовать передаче современного педагогического опыта и его продвижению в системе образования, способствуя успешной интеграции молодых специалистов, повышению мотивации дидактических и управленческих кадров. Согласно положению, чтобы стать наставником, люди должны иметь определенную квалификацию и соответствующий профессиональный опыт, а их деятельность будет оцениваться на основе методики, разработанной Национальным институтом образования и лидерства. Ежегодно 4 сентября в нашей стране отмечается День работника таможенной службы. Он был установлен указом президента Республики Молдова 19 августа 1995 года. Обращаясь к сотрудникам таможенной службы, директор ведомства Александру Якуб отметил тот факт, что деятельность таможенного органа динамична и полна вызовов. Однако, объединяя навыки и профессиональный опыт, таможенники продолжают вносить свой вклад в функционирование и развитие национальной таможенной системы. «Я хочу, чтобы таможенное учреждение было эффективным, прозрачным и целостным, обеспечивая благородную миссию экономической безопасности государства посредством вклада каждого добросовестного, честного, достойного, справедливого и преданного своему делу чиновника». В ходе заседания правительства в среду министр финансов Виктория Белаус направила поздравительное послание всем представителям таможенной службы. «Прежде всего, хочу поздравить таможенников с профессиональным праздником. Благодарю вас за самоотверженность и профессионализм в деятельности и лично прошу лучшую деятельность на границе Республики Молдова и сотрудничество с бизнес-средой». Миссия таможенной службы состоит в реализации таможенной политики с целью обеспечения экономической безопасности государства, соблюдения таможенных правил, взымания импортных и экспортных таможенных платежей, борьбы с таможенными правонарушениями, развития профессиональной и транспортной администрации защиты общества. С октября 1994 года Республика Молдова стала полноправным членом Всемирной таможенной организации, что подтверждает соответствие учреждения международным стандартам и требованиям. Представители Национального бюро статистики огласили очередные данные по теневой экономике страны. Так, более 20% активного населения или более 800 тысяч человек имеют неформальную работу, то есть работают либо без полного контракта, либо с неофициальной оплатой труда. Другими словами, получают зарплату в конверте. Данные бюро статистики показывают, что наибольшая доля сотрудников, работающих только на основании устных договоренностей, оценивается в сельском хозяйстве порядка 56,5%, в строительстве 18,5%, в торговле 10,5% и в промышленности 4%. По данным НБС, доля лиц, имеющих неформальную работу, составила 22,5% от общего числа занятых. В несельскохозяйственном секторе неформальная занятость составила более 11,5%, а из общего числа строителей около 66% работали без контрактов. Между тем, молдавская официальная статистика показывает, что число безработных, по оценкам Международного бюро труда, составляет 35 тысяч человек, снизившись почти на 2% по сравнению с уровнем второго квартала прошлого года. Безработица затронула в большей степени женщин, которые составляют порядка 51,5% от общего числа безработных и выходцев из городской среды 53%. В Молдове почтили память жертв теракта в Беслане. Трагедия произошла 20 лет назад. В результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей. К стану посольства России люди принесли фотографии погибших детей, возложили цветы и зажгли памятные свечи. В Российском центре науки и культуры в Кишиневе прошел вечер памяти детская Голгофа. Утро 1 сентября. 9.00. Учителя торжественно приветствуют ребят на их первом звонке. Рядом с будущими школьниками стоят их родители, маленькие братья и сестры. Малышей тоже взяли с собой. Начинается линейка в первой бесланской школе. 9.15. Во двор школы врываются вооруженные террористы. 20 лет назад, 1 сентября в Беслане. Эти кадры, отснятые боевиками в школьном спортзале, разлетелись тогда по всем мировым информагентствам. Террористы взяли в заложники более 1200 человек. За каждое малейшее неповиновение или недовольство ходом переговоров людей убивали. В том числе спасателей, которые по договоренности должны были забрать тела убитых. Террористы открывают огонь по спасателям. Дмитрий Кормилин был убит на месте. Валерий Замараев был тяжело ранен и затем скончался от потери крови. В Российском Центре науки и культуры в Кишиневе памятный вечер собрал людей разных возрастов. Люди не скрывают слез на глазах. Молиться им и молиться о них. Молодые люди признаются, что о трагических событиях в Беслане раньше и не знали. До этого мероприятия я правда не знала о существовании такой большой трагедии. И когда меня уже брали выступать сюда, я уже понимала, где я нахожусь. Я понимала всю серьезность этой ситуации и что собственно там и происходило. В мире бывает и такое, что нельзя допустить, чтобы такое произошло еще раз. В свою очередь, взрослые говорят, события в Беслане показали, насколько человечество может быть уязвимо перед злом. Поэтому в обществе следует всегда поддерживать чувство единения и добра. В 2018 году были в Беслане. У нас был выбор, ехать туда или не ехать. Мы поехали. Там мои дети стали другими. Да и я тоже, наверное. Сказать, что переоценила всю свою жизнь. И поняла, что каждая минута, каждая секунда должна быть для чего-то. Правда, не зря. Сын поступил учиться, я в поезде ехала, когда сообщили, это весь поезд только об этом и говорил. Чужих детей не бывает. Это надо помнить. Надо помнить обязательно, потому что этого не должно быть. Дети рождены, чтобы жили, чтобы творили, а не чтобы их убивали. Я хочу сказать, вспомним их, вспомним их как живых. Это нужно не мертвым, это нужно живым, чтобы больше такого никогда не повторилось. Сердце разрывается. И сегодня это особенно важно. Как сохранить покой в стране, в мире, как сохранить покой. Для нас, людей старшего поколения, это самое главное. Давайте будем добрее друг к другу. Давайте будем помнить тех, кто отдал свои жизни в разных ситуациях. И особенно у меня просьба взрослым. Сделайте так, чтобы не умирали дети. Накануне памятного вечера в Российском центре науки и культуры в Кишиневе к зданию посольства России в Молдове жители и гости молдавской столицы приносили фотографии погибших детей. Граждане возложили цветы и зажгли памятные свечи. Сотрудники Национального антикоррупционного центра в среду задержали заместителя мэра муниципия Сорок, главного архитектора и секретаря Мунсовета в связи с уголовным делом фальсификации государственных тендеров. Всего под следствием находятся 7 представителей местной власти Сорока, а также 16 физических лиц и экономических агентов. Утром в среду сотрудники нации и прокуроры Бельц провели обыски по нескольким делам на основании фактов активной и пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния. По словам правоохранителей, уголовное дело возбуждено на основании подозрений в том, что публичные лица и лица, занимающие высокие должности в мэрии Сорок и муниципальном совете, оказывали предпочтение некоторым экономическим агентам в процессе получения пакета документов для заключения договоров с муниципалитетом за незаконное вознаграждение. Также в обмен на незаконные финансовые средства, полученные через третьих лиц, чиновники сфальсифицировали несколько тендеров, чтобы выиграли их определенные экономические агенты. На данном этапе статус подозреваемых имеют 4 человека. Трое из них задержаны на 72 часа и помещены в изолятор. Все действия проходят под процессуальным руководством Бельской муниципальной прокуратуры. Напомним, любой человек считается невиновным до вынесения окончательного решения суда. Тем временем, обыски прошли и в муниципе Кишинев. Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов леев, в которой двое подозреваемых работали в сфере коммерческого общественного питания в столице. Подозреваемый – администратор компании и его сообщники. По предварительной информации по поводу уклонения от уплаты налогов государству, правоохранители провели 7 обысков на местах производства, в домах и автомобилях подозреваемых. Там обнаружено более 2 миллионов леев, незаконно хранившийся газовый пистолет, а также бухгалтерские документы, проекты документов, компьютеры и мобильные телефоны, которые подлежат экспертизе. Уточним, что расследование схемы уклонения от уплаты налогов продолжается, в ходе которого, согласно закону, лица пользуются презумпцией невиновности. Двое молодых людей, причастных к афере по типу «родственник попал в ДТП», были задержаны и помещены в следственный изолятор на 30 суток. Информацию предоставили в инспекторате полиции Еловин. По словам сотрудников правоохранительных органов, двое подозреваемых в возрасте 21 года якобы забрали 33 600 леев и 100 долларов США у пожилого мужчины. В домах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых были выявлены некоторые доказательства, имеющие отношение к уголовному делу. В начале августа в полицию Еловин, 59-летний мужчина, проживающий в Еловинах, сообщил, что ему позвонила женщина с голосом, похожим на голос его дочери, которая находится за границей, и сказала ему, плача, что попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором она виновна и ей нужно 12 тысяч евро, чтобы помочь пострадавшим. Позже мошенница передала трубку мужчине, представившемуся американским полицейским, с которым они договорились, как и куда передать деньги. Таким образом, вскоре после этого звонка неизвестный подошел к дому потерпевшего и забрал сумму в 33 600 леев и 100 долларов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оба подозреваемых проходят и по другим правонарушениям. Отметим, что лицам, виновным в совершении такого преступления, грозит штраф в размере до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет. За минувшую неделю в Республике Молдова зарегистрировано около 2000 случаев заболевания COVID-19, из них 350 случаев в Приднестровском регионе. Данные были представлены Национальным агентством общественного здоровья. Число случаев заболевания COVID-19 среди детей в возрасте до 14 лет составило 456, что на 22,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество проведенных ПЦР и ТДР исследований составило 10 839 тестов, что на 15,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Положительные результаты проб за последнюю неделю снизились с 20,8% до 18,4%. В условиях нового учебного года скопление людей, повышение мобильности населения Национальное агентство общественного здоровья рекомендует всем гражданам соблюдать основные меры по обеспечению здоровья и безопасности населения. Меры, рекомендованные властями. Держитесь на безопасном расстоянии от других людей, чтобы снизить риск распространения вируса. Не находитесь в людных местах, ограничьте посещение мероприятий. Часто и правильно мойте руки с мылом и используйте дезинфицирующие средства. Прикрывайте рот и нос локтем или салфеткой при кашле или чихании, а после утилизируйте салфетку. Регулярно проветривайте закрытые помещения, носите маски в медицинских учреждениях. Мы призываем граждан вакцинироваться от COVID-19, в том числе ревакцинироваться, чтобы максимально защитить себя от тяжелых форм заболевания. В Кишиневе утром 4 сентября на проспекте Дача произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. По данным полиции, водитель, гражданин другого государства, попытался скрыться с места аварии. Сегодня утром около 7 часов в полицию сообщили о ДТП с участием пешехода на бульваре Дача в столичном секторе Ботаника. Прибывшие на место полицейские установили, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Ауди, зарегистрированным в другом государстве, сбил 76-летнего мужчину, который переходил дорогу в положенном месте. К сожалению, от удара мужчина скончался на месте. Водитель пытался скрыться с места ДТП, но его задержали. Наталья Стати утверждает, что водитель отказался пройти тест на алкотестере, поэтому его проверят на содержание алкоголя в крови, чтобы установить, находился ли он под воздействием алкоголя или других веществ. Мужчину задержат на 72 часа. Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело. 5 сентября цена на дизельное топливо останется неизменной. Таким образом, литр диз-топлива будет стоить 19,80 леев. В то же время бензин марки А-95 подешевеет на 10 банов и будет продаваться на АЗС по 23,90 леев. Мы перервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. В новом учебном году в колледже профессиональной школы и центры повышения квалификации Молдовы поступили более 15 тысяч студентов. По данным Минобразования, около 10 тысяч из них будут учиться на бюджетной основе. Более 5 тысяч человек поступили на платной основе в колледже и центры повышения квалификации, а 192 – в профессиональные школы. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Мария Кишинева решила выделить деньги супружеским парам, которые в этом году отметили золотую и платиновую свадьбы. В распоряжении, подписанном вице-мэром Ильич Банон, указаны более 60 таких пар. Так, 5700 леев получат пары, которые прожили в браке 50 лет, а те, кто отметил 60 лет со дня бракосочетания, получат по 7500 леев. Руководство таможенной службы совместно с послом Грузии в Молдове Ливаном Диасамидзе посетили музей таможенной службы и уникальную галерею коллекции Петру Кастин районного совета Еловен. Полковник Петру Кастин провел экскурсию, представив аспекты, связанные с историей становления таможенного органа, и ознакомил гостей с коллекциями, включающими самые разнообразные предметы археологии, этнологии, филателии, истории, нумизматики и другие. Дипломат высоко оценил разнообразие экспонатов и их уникальность. 18 медалей завоевали кикбоксеры из Республики Молдова на чемпионате мира среди юниоров и кадетов Всемирной ассоциации организации кикбоксинга. Который проходил в Будапеште, Венгрия. Две золотые медали завоевали Иоанн Каско весовой категории до 63 килограмм. Даниил Максименко, Дмитро Венгер и Кирилл Сапригин также завоевали золотые медали. Согласно этим результатам, национальная сборная по кикбоксингу заняла 18 место из 65 стран. Румынский экипаж СМУР 3 сентября доставил в Кишинев 47-летнюю пациентку, перенесшую инсульт во время отдыха в Болгарии. Там ее прооперировали, а после того, как врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, они разрешили ее авиаперевозку в Молдову. Во время полета женщина находилась под постоянным наблюдением врачей и парамедиков. После посадки вертолета на стадионе «Динамо» в Кишиневе женщину доставили в Институт неврологии и нейрохирургии имени Диамида Германа для дальнейшего лечения. Частицы песка из пустыни Каракум достигли Республики Молдова. Агентство по охране окружающей среды проинформировало граждан о качестве воздуха, которое наблюдалось во вторник по всей стране. В результате этого явления концентрации взвешенных частиц ПМ-10 зарегистрировали незначительное увеличение, превысив предельно допустимые значения на нескольких станциях мониторинга качества воздуха. Тем не менее, на данный момент они не представляют опасности для здоровья населения. Так, на станции в Кишиневе концентрация превысила контрольное значение в 1,4 раза, а на станции в Матеуцах Резинского района в 1,7 раза. В ночь на 4 сентября город Львов и Кривой Рог подвергся российской воздушной атаке. По данным местным властей погибшие и раненые. На фоне обстрелов в западной части Украины Польша поднимала в воздух боевую авиацию. Во Львове ракетный удар пришелся на два живых района. Семь человек погибли, среди них трое детей. Госпитализированы 47 человек, в том числе семеро детей. Еще семь взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные власти. По их данным, при атаке были применены беспилотники типа «Шахет» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Очень много разрушений, более 50 домов. Большая часть – это сердце нашего города, историческое наследие. Уже ясно, что из шести домов людей отселяем. Две школы сегодня не будут работать, много окон выбито. Также поражены два медицинских объекта. Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки в Кривом Роге пострадали пять человек. Есть разрушение домов и гражданской инфраструктуры. Тем временем, американский президент Джо Байден осудил российский удар по Полтаве и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовал Белый дом. С аналогичной реакцией выступил и Евросоюз. Напомним, днем 3 сентября российские вооруженные силы ударили двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, сообщает Униан, погибло 53 человека, еще 271 получил ранения. В городе объявлен трехдневный траур. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полное и оперативное расследование обстоятельств произошедшего. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил уйти в отставку. Соответствующее заявление он подал в Верховную Раду, сообщил спикер Руслан Степанчук. По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента. Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что с кандидатами на место Кулеба еще определяются. Однако наиболее вероятной заменой является первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Ранее стало известно об отставках министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, вице-премьера Ольги Стефанишиной, главы Минюста Дениса Малюски, руководителя Министерства экологии Руслана Стрельца и главы фонда госимущества Виталия Коваля. Заявление об отставке также подали вице-премьер по вопросам европейской и североатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Президент Владимир Зеленский назвал перестановки в правительстве необходимыми для достижения результатов. «Осень будет крайне важной для Украины, и наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех необходимых результатов для всех нас. Для этого мы должны усилить некоторые направления работы правительства, и изменения в его составе уже подготовлены. Также будут изменения в офисе президента». Дмитрий Кулеба возглавил украинский МИД в марте 2020 года, став самым молодым руководителем этого ведомства в истории страны. До этого он занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. «Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС очень хрупкая в связи с обстрелами вблизи ядерных объектов и ударами по энергосистеме Украины. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии, пообещав расширить программу помощи и провести дополнительные инспекции. Теперь уже на объектах инфраструктуры». Рафаэль Гроси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как отправиться на Запорожскую АЭС, которую в настоящий момент контролируют Вооруженные силы России. Он объявил, что теперь инспекторы МАГАТЭ будут проверять работу электрических подстанций, которые обеспечивают энергопитание АЭС. «Повреждены не станции, но некоторые линии электропередач. Мы уже указывали, что это представляет опасность для АЭС. МАГАТЭ следует обратить внимание и на подстанции». Гроси напомнила о рисках ядерной катастрофы, указав на то, что стабильное электроснабжение – необходимые условия для поддержания ядерной безопасности. На днях при очередном обстреле была повреждена одна из двух линий электропитания Запорожская АЭС, что создало опасную ситуацию на объекте. От подачи электроэнергии зависит работа насосов, которые охлаждают реактор. Проезд транспортных средств через главный мост Косовской Митровицы не будет разрешен в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Косова Альбин Курти, который ранее объявил об его открытии. Он смягчил свое предыдущее заявление об отмене ограничений на пересечение моста в начале августа, которые вызвали раздражение в сербской общине. Курти заявил, что мост останется пока закрыт после встречи с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, который посетил Косово в конце августа. Все эти встречи, конечно, очень важны. И мы также обсуждали вопрос открытия центрального моста через реку Ибар в Митровице, по которому мы провели все необходимые консультации. Однако работы по техническому обслуживанию также важны. Например, работа с предварительным проектом по физической устойчивости моста. Мост через реку Ибар соединяет север и юг Митровицы, где, соответственно, проживают сербское меньшинство и албанское большинство. Он закрыт для транспорта с 2011 года, когда этнические сербы установили баррикады. После объявления о планах открытия моста для транспортных средств сербская община Белград и ЕС и НАТО выразили обеспокоенность тем, что это усилит напряженность и повлияет на безопасность этнических сербов. Тем не менее, премьер-министр Куртий смягчил риторику только после приезда директора ЦРУ в Приштину. Куртий примерно знает, где проходит красная линия. Он знает, что мост не может быть открыт в одностороннем порядке. Пока он мог продвигать односторонние шаги, он их продвигал. А на деле оказалось, что зашел слишком далеко. Вопрос об открытии моста для транспортных средств под контролем КФОР был затронут во время переговоров между Белградом и Приштиной в 2015 году. После объявления о новом совместном энергетическом предприятии министр иностранных дел Венгрии нанес ответный удар критикам недавнего решения Будапешта об облегчении правил въезда для граждан России и Белоруссии. Свою обеспокоенность по поводу потенциального риска для безопасности выразили некоторые страны ЕС, в частности, Латвия и Литва. Сиарта также напрямую затронул тему национальных карт, которые позволяют иностранным рабочим оставаться в стране не менее двух лет и может открыть путь к постоянному проживанию. Венгрия распространила эту схему, изначально доступную для граждан Сербии и Украины, на страны-кандидаты в члены ЕС, Боснии и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Молдову. Однако, когда в схему были добавлены Белоруссия и Россия, страны Северной Европы и Балтии выразили обеспокоенность по поводу потенциального риска для безопасности остальных членов ЕС. Теперь, когда дело доходит до национальных карт, против Венгрии ведется кампания фейковых новостей. Кампания фейковых новостей со стороны стран Балтии и Северной Европы. Они лгут. Дело в том, что Венгрия абсолютно не облегчила ни одной из процедур, на основании которых граждане третьих стран могут въезжать на территорию Венгрии. Это заявление глава венгерского МИДа сделал на церемонии запуска совместного энергетического предприятия Румынии, Венгрии, Грузии и Азербайджана, направленного на поставку возобновляемой энергии в ЕС. Он был одобрен лидерами этих стран еще в 2022 году. Великобритания приостанавливает действия разрешения на экспорт некоторых наименований военной продукции в Израиль из-за опасений возможности его использования в секторе газа с нарушением норм международного права. Об этом объявил глава Медкоролевства Дэвид Лэмми. При этом Лэмми подтвердил, что Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом и подчеркнул, что речь идет о частичном запрете. Ограничения затронут в 30 экспортных лицензий из 350. В Иерусалиме глубоко разочарованы решением британского правительства. Глава израильского МИД Исраиль Кац назвал это шагом, посылающим очень проблематичный сигнал Хамас и его сторонникам в Иране. Ранее представитель военного крыла бригад Аль-Касам Абу-Убайда заявил, что группировка пересмотрела протоколы обращения с израильскими заложниками. Он не стал раскрывать суть нововведения, но уточнил, на решение изменить правила повлияла израильская операция в лагере Нусейрат в центре Газа. Тогда израильские военные смогли освободить четырех заложников, однако во время операции, по данным Минздрава Газа, были убиты более 270 палестинцев. По оценкам армии обороны Израиля погибли около ста человек. Между тем, в Тель-Авиве третий день продолжаются массовые протесты. Тысячи активистов выступают с требованием заключить сделки по освобождению израильских заложников и прекратить огонь в секторе Газа. Демонстранты перекрыли движение транспорта по ряду улиц и вступили в столкновение с полицейскими. Они бросали в них камни и использовали фаеры. Отметим, массовый митинг организован после известий об убийстве шестерых израильских заложников, которые провели в плену у Хамас 330 дней. Протесты стали крупнейшей демонстрацией с начала нового витка конфликта на Ближнем Востоке. Бывший президент США Дональд Трамп не признал свою вину в рамках обновленного обвинительного заключения, представленного спецпрокурором Джеком Смитом. По этому говорится в документе адвоката в подданном Федеральный суд столичного округа Колумбия. Как уточняет агентство ДПА, Трамп также отказался от права присутствовать при оглашении обвинений. Вместо этого защитники должны заявить о невиновности республиканца от его имени. Оглашение состоится 5 сентября. Ранее спецпрокурор отредактировал обвинительное заключение по делу о попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года после того, как 1 июля Верховный суд США в Вашингтоне постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования. Речь идет о защите от преследования за действия, которые экс-президент совершал в рамках конституционных полномочий. При этом Трамп не имеет иммунитета в разбирательствах, касающихся его поступков в качестве частого лица. Поскольку разграничение между официальными и частными действиями Трампа непросто осуществить на практике, маловероятно, что судебный процесс начнется до выборов президента США, пишет агентство ФП. По его оценкам, уже одна эта отсрочка – большой успех для Трампа. Если же он вернется в Белый дом, то сможет поручить Министерство юстиции США поставить крест на обвинениях. Не менее 12 эмигрантов утонули в Ла-Манше, 10 из них – женщины и дети. Все погибшие – выходцы из Африки, в основном из Эритрии. Мигранты плыли в переполненной лодке из Франции в Великобританию. Недалеко от побережья французского города Бульона-Сюрмер судно затонуло. Спасти удалось 51 человека, двое из них в критическом состоянии. Еще двоих человек продолжают искать. Раньше на таких лодках было от 30 до 40 человек. Это небольшие лодки с маломощными двигателями. Теперь на тех же лодках плывут от 70 до 80 человек. В Ла-Манше сильные течения, плавать на небольших лодках по нему опасно. Следователи считают, что судно перевернулось. Береговая охрана быстро пришла на помощь, поэтому получилось избежать еще большего числа жертв. Искоренение нелегальной миграции стало приоритетной задачей для правительств Великобритании и Франции. По официальным данным, за последнюю неделю на территории Соединенного Королевства высадились более 2000 искателей лучшей жизни. Все они приплыли по Ла-Маншу из Франции. Главан ВД Франции заявил, что полиция останавливает 60% лодок еще до того, как они отпустят. Они отправятся в путь через Ла-Манш. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещали более тесно сотрудничать, чтобы ликвидировать маршруты незаконной миграции. По данным Международной организации по миграции, в этом году в Ла-Манше погибли или пропали без вести не менее 30 человек. Власти Португалии на днях изъяли более 6,5 тонн кокаина. Запрещенный груз прибыл из Латинской Америки. Транснациональная преступная организация распространяла наркотики по Европе. Арестованы трое португальцев, которые, по данным полиции, входили в ее состав. Операцию под названием «Тартар» проводили в течение двух месяцев. В ходе нее также изъяли различные документы и несколько автомобилей. Наводнения на Западе Индии стихают, однако теперь людям угрожают инфекционные заболевания. Власти обещают направить в пострадавшие районы медицинские бригады, чтобы они ходили от двора к двору и регулировали ситуацию. Индийский город Вадодара приходит в себя после разрушительных наводнений, которые брушились на западный штат Гуджарат на прошлой неделе. Их вызвали сильные ливни. Дожди шли в прибрежных районах Индии и Пакистана вдоль Аравийского моря, затопив города. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, сообщается по меньшей мере о 28 погибших. Теперь же вода в Вадодаре начала медленно отступать, оставляя после себя кучу мусора и ила. При этом возник новый риск инфекционной заболевания, передающейся через грязную воду. Прежде всего, власти должны убрать грязь и мусор, слить грязную паводковую воду, провести дезинфекцию и очистить улицы. Важно, как можно скорее отвезти воду из затопленных районов, поскольку существует риск распространения вирусов и инфекционных заболеваний. Самая большая проблема после наводнения – это лептоспироз, который распространяется через мочу инфицированных животных. И так, лептоспироз, простуды и лихорадка, гепатит А, тиф, малярия, лихорадка, денги, диарея и рвота – все это распространенные заболевания, которые нам нужно держать под контролем. Сезон дождей в Индии начался в июне. С тех пор в стране выпало почти на 7% больше осадков, чем обычно. В сентябре дожди должны утихнуть. Знаменитая триумфальная арка Константина, расположенная рядом с коллизием в Риме, повреждена в результате сильного шторма. В то время римское сооружение ударило молния, и от монумента оторвалось несколько каменных блоков. Сообщается, что все фрагменты уже найдены, начались реставрационные работы. Отметим из-за непогоды также частично пострадали трибуны Большого Цирка. Затопило несколько улиц и станции метро. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите телесериал «Осколки». Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.